Реструктуризация долга по кредиту в банкротстве. Плюсы и минусы банкротства. В каком временном интервале суд может вести реструктуризацию долгов? Реструктуризировать долг в процедуре банкротства – это так себе идея. Реструктуризация долга по кредиту в банкротстве. Плюсы и минусы банкротства. Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, арбитражный управляющий, эксперт в банкротстве в физлиц, работаю по всей России, опыт 250 плюс процедур. Почему я решила записать это видео? Очень много вопросов на тему процедуры реструктуризации. Когда суд может ее вести? Как реструктуризировать долг в банкротстве? Какие плюсы реструктуризации? Какие минусы? А если суд ввел процедуру реструктуризации долгов, то значит долг не спишут и так далее. Поставьте лайк этому видео или напишите комментарий, если у вас возникали подобные вопросы. И да, чем я могу быть вам полезна? Провожу процедуру банкротства под ключ по всей России, консультация бесплатная. Обучаю юристов всем нюансам банкротного дела. А также у меня есть курс по самостоятельному банкротству для граждан, которые желают сэкономить на юристах или у которых нет денег на юристов. Подробности в описании. Итак, приступаю к разбору темы видео. И прежде чем буду более детально рассказывать про реструктуризацию, напомню каждому из вас схему банкротства, чтобы у вас было понимание, в каком временном интервале суд может вести реструктуризацию долгов. Итак, мы подаем документы в суд арбитражный по месту регистрации должника. Суд эти документы принимает к производству, как правило, в течение пяти дней и назначает дату первого суда. Дата первого суда назначается в интервале от 15 дней до 3 месяцев с момента принятия документов судом к производству. Суд выносит соответствующие определения. Далее, как раз в дату первого суда суд вводит одну из процедур. Это либо процедура реструктуризации долгов, или процедура реализации имущества, когда гражданин признан банкротом. Важно, если у вас единственное жилье, оно неприкосновенно и реализовано в деле о банкротстве не будет. Суд может вести первые процедуры реструктуризации долгов и при высоком официальном доходе, и при отсутствии дохода, и когда гражданин состоит на бирже труда. У меня в практике такое было. Поэтому, если вы трудоспособный гражданин, не пенсионер или инвалид, такой риск есть, что суд может вести первые процедуры реструктуризации долгов, даже если вы этого не хотите. Но в этом страшного ничего нет. Почему? Давайте расскажу, как проходит процедура реструктуризации долгов и какая ее цель. И можно ли в действительности долг свой реструктуризировать. В дату первого суда суд, предположим, ввел процедуру реструктуризации долгов. Суд также утверждает финансового управляющего. Финансовый управляющий также ключевое лицо в деле о банкротстве гражданина. Финансовый управляющий обязан опубликовать сведения в газете «Коммерсант», в ЕФРСБ о том, что в отношении вас введена процедура реструктуризации, уведомить всех кредиторов, запросить сведения в госорганах. Далее, как раз важно, финансовый управляющий ждет от вас, как от должника, или от кредиторов, или от уполномоченного органа, проект плана реструктуризации долгов. А именно ждет в установленный законом срок. Исходя из своей практики, могу смело сказать, у меня очень много дел и процедур. Ни разу еще кредитор не представил проект плана реструктуризации долгов. Поэтому, как правило, финансовому управляющему проект плана реструктуризации долгов не предоставляется. Финансовый управляющий ходатайствует о прекращении процедуры реструктуризации долгов и признании вас банкротом. Но, предположим, что если даже кто-то из кредиторов предоставил проект плана реструктуризации долгов, то на его исполнение должны вы дать свое согласие. И плюс, план реструктуризации долгов, простым языком, график погашения всех ваших долгов, может быть утвержден максимум на три года. То есть, вы за три года должны погасить все ваши долги. Как правило, это также не предоставляется возможным. Итог, процедура реструктуризации долгов прекращается, и вы признаетесь банкротом. Честно вам скажу, что реструктуризировать долг в процедуре банкротства – это так себе идея. Почему? Потому что, как я ранее сказала, план может быть утвержден максимум на три года, план погашения долгов. Как правило, я об этом говорила, мало кто сможет погасить за три года свои долги. Плюс, этот проект плана нужно разработать. Плюс, нужно, чтобы план одобрило собрание кредиторов. Плюс, нужно, чтобы суд утвердил этот план. На деле получается и на практике, что процедура реструктуризации долгов – неэффективная процедура именно решения проблем с долгами для гражданина-должника. А вот когда гражданин признан банкротом и введена реализация имущества, вот здесь банкроту светит освобождение от всех долгов. Если информация вам интересна, полезна, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а также напишите комментарий, что вам понравилось, что видео вам интересно. Меня это мотивирует больше для вас записывать полезные информации. Теперь я разберу, какие плюсы и минусы того, что суд ведет первая процедура реструктуризации долгов. В этом есть определенные плюсы. Итак, первый плюс – доход вы получаете до 50 тысяч рублей ежемесячно, пока процедура реструктуризации долгов не будет прекращена. Но при наличии, соответственно, дохода. Правила о прожиточном минимуме здесь не действуют. Второй плюс – это то, что пристав приостанавливает все действия по взысканию долгов. Это актуально для тех граждан, в отношении которых возбуждено исполнительное производство и у которых идут удержания с дохода в размере 50% или ином размере. Также пристав снимает все ранее наложенные запреты и ограничения, в том числе запрет выезда за границу. Третий плюс, самый жирный – то, что кредиторам будет запрещено вам звонить, кредиторам будет запрещено подавать в суд и взыскивать с вас долг, кредиторам будет запрещено требовать возврата долга. Минусы – процедура реструктуризации долгов. Такие тоже имеют место быть. И вот ключевые из них. Первый минус – это двойные расходы за две процедуры. Первая – это реструктуризация долгов, длится до 6 месяцев, как правило. Вторая – это процедура реализации имущества, когда вы признаны банкротом и когда вам светит освобождение от долгов. За каждую процедуру вы вносите в депозит арбитражного суда 25 тысяч рублей, плюс, как правило, оплачиваете расходы за проведение процедуры. Коммерсант, ФРСБ, почтовые расходы. Второй минус – увеличится общий срок проведения процедуры банкротства, так как процедура реструктуризации долгов вводится сроком до 6 месяцев, как правило. Итак, резюмирую. Есть риск для каждого трудоспособного гражданина, что суд ведет первые процедуры реструктуризации долгов. И в этом страшного ничего нет, я подчеркиваю. Как правило, все процедуры реструктуризации долгов прекращаются и гражданин признается банкротом. И да, если вы планируете банкротство, то тут настраивайтесь на списание долгов, а не на реструктуризацию. Если видео вам было полезным, еще раз попрошу поставить лайк, написать комментарий, если есть вопросы, а также, если нужна бесплатная консультация по банкротству, контакты в описании. Субтитры подогнал «Симон»